Законопроект, ужесточающий ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде, стал самой резонансной темой последних дней. На эту тему в последнее время проводилось множество опросов. Так вот, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что почти все респонденты, 97% заявили, что их волнует проблема нетрезвого вождения. При этом 74% опрошенных считают ее очень серьезной. Большая часть уверены, что действующий в стране полный запрет на алкоголь – оптимальный вариант решения проблемы для России. Так 64% считают, что надо запретить любое содержание алкоголя в крови водителя. При этом большая часть сторонников этой позиции – те, кто не водит машину или живо вообще, не имеет автомобиля. 67% и 69% соответственно. За возвращение нормы в 0,3 промилле выступили всего 27% респондентов. 3% считают, что разрешить себе даже надо до 0,8 промилле. А что по этому поводу, думают и жители нашего города, узнавала сегодня Ольга Попова. Ноль, даже минус один. Потому что если человек за рулем выпил, он уже себя не будет контролировать на 100%. От него вообще шофер и водитель – это профессия, это человек, от которого зависят другие жизни. То есть он, если это пьяный человек, это непосредственно потенциальный убийца. Это будет справедливо и честно. Потому что на счет сейчас. У меня ноль, да маленько, вчерашний там, квасу попил, кислого молока. По нолям, как по нолям, а по нолям. Не, порешать обязательно будет. Ну нельзя, ноль. Пределы грозу, где-то все равно зависимость от организма. Может быть, какое-то клонение, понимаете, работает. Я по себе знаю, что такое, что-то можешь скушать. Допустим, груз уже немножко, немножко, вот она там, возьми с рынка. Она немножко где-то ударенная, немножко подкишется, закиска. Уже может она что-то показать. Я люблю квас. Мне нравится пить кефир. То есть там промилле есть, и значит, за это могут уже лишить прав. Как бы вот, хотелось бы, чтобы допускалось. Ну, я думаю, водитель должен ответственно подходить. Все-таки это автомобиль повышенной опасности и, естественно, ноль промилле. А как же говорят, знаете, кефирочек там может дать? Ну, кефир попей, не выезжай после кефира сразу. Я понимаю, лекарственные препараты кто-то принимает, но, значит, есть какие-то ограничения. Есть инструкции в лекарстве, где говорится, не садитесь за руль. Сто процентов водителей не могут быть идеально трезвыми. К примеру, у меня всегда ноль на промилле есть. В особенности болезни организма. Все. То есть, получается, если в данный момент меня остановят и проверят на наличие алкоголя, то, получается, меня лишат прав. За что? За то, что у меня желудок больно. То есть я за поправку эту.